Так, ну к нам пришел Олег, и теперь мы новости из Румунии узнаем. О, Олег, вот я на днях... Здравствуйте, добрый вечер. Сейчас, одну секундочку, вы как прям с того края. Я на днях узнал, вот узнал, что молдавский язык, молдавский язык, это я прям цитату вот из Википедии, из английской, из украинской, это одно из официальных названий румынского языка на территории молдавского государства. Это придуманный язык, придуман, наверное... Нет, 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 я просто... Вот первое, о чем я подумал об этом, это было, а что, так можно? То есть, вот все, ну фактически я родился в Тирасполе, очень давно, вот, и даже учил еще молдавский язык на, ну, на кириллице. Еще вот я застал такие времена. Да ладно, ты полиглот прямо, молдавский знаешь. Да, там было там ку-сын-де-сервича, я сын-де-сервича и так далее. А я только материться по-молдавски умею, больше ничего. А вот. А по-цыгански. А по-цыгански. И когда вот происходили вот эти все истории с Приднестровьем, конфликтом с этим, то, ну, помимо всего прочего, я еще слышал, что вот, там присоединиться к Румынии, там не присоединиться, та-та-та, то есть там молдавский язык против там русского. И тут бац, не так, ну, это изящно, это действительно изящно. Сделали так, что просто не подкопаешься. И тем, и этим, ну, это просто прекрасно. То есть я снимаю шляпу перед, вот именно. Ну, а что, давайте в Википедии напишем, что украинский язык это официальное название русского языка на территории Украины. Текст Википедии следует из трех основополагающих документов молдавских, то есть там есть, ну, основания об этом, которые, кстати, проигнорированы в русской Википедии. Ну, окей, спасибо, что так это вот. Я как раз хотел вам напомнить, что 208 лет назад было подписано Бухарестское соглашение, русско-турецкое, после которого Россия осталась в Бессарабии, как на оккупированной земле. И Бессарабия стала русской губернией 208 лет назад. До этого она была частью, половиной молдавского государства, которое через 50 лет воссоединилось с другим румынским государством и сделали вместе румынское государство в середине XIX века. То есть вы хотите сказать, что Молдавия изначально государство, и только потом появилась Румыния, или это просто путем объединения получилось? Это как было и в Германии, и в Италии. Там были княжества. Ну, одно княжество называлось Валахия, или Мунтения, или царо-румнявска. Другое княжество называлось Молдавия. Обе они были сделаны князями, которые пришли из Трансилвании. Там было уже государство, и они решили перейти в Карпаты и сделать свои государства. И сделали. Сначала в 1331 году, кажется, Валахию, или царо-румнявска, или Мунтению, Басараб первый. Поэтому оттуда и Басарабия. Потому что он воссоединил все земли, все княжества до реки Дунай. И даже до Днестра. Оттуда и идет имя Басарабия. А потом, еще через 50 лет, в 1359 году, Драгош, другой князь из Унгровлахи, или из Венгрии, перешел в Карпаты и сделал Молдавское княжество. Первой столицей был городок Бая, в Румынии. Потом в другой столице было Сучава. И потом последней столицей стал город Ясы. Уже после этого они воссоединились, и столица перешла в Бухарест. Бухарест очень красивый город. Нет. Он не нравится совсем. Вот только поэтому нравится, потому что плоский, и можно ездить на велосипеде. А так он не нравится, потому что грязный, душный, без зелени, душный в смысле душно, дышать нечем. Можно еще вопрос? Пожалуйста. Вот какой румынский народный сказочный герой, такой вот, богатырь такой, вот меня воспитывали... Это румынский тоже? Везде. Именевский, он румынский писатель, он сказал, Басарабия это Румыния, он же сказал, мы румыны и точка. Он родился в Буковине, в молдавской, румынской Буковине. Ну вот, а ты можешь для всех наших слушателей перевести на русский язык, ну вот, имена не переводятся, но там же за каждым словом есть значение. Вот, Алистарфет Формос. Нет, я не знаю. Ну, Формоса, это же красота. Ну, красавец, да, но Алистар, не знаю, имя какое-то кажется греческое, Алистар. Ну, Алистар мы не переводим. То есть, вот, молдавск, ну, для меня молдавское, хотя вот мы только что зафиксировали, что это суть одной и тоже с румынской культурой, для меня уникальное с точки зрения того, что сказочный герой в этой культуре, вот, мало того, что он, у него красивое имя, ну, просто красивое, вот, так он еще и никого не убивал в своих похождениях. Так же ж было? Почему? Он убивал Балаура, этого дракона. Да он его усыпил. Да, только? Ну, насколько я вот читал. Потом отправил в зоопарк. Не, ну, в молдавских сказках, насколько я читал, то есть, там же была эта история с тем, что дракон его посадил в какую-то там башню, и в которой этот Алистар поговорил с Аистом, Аист ему принес виноград, Алистар этот виноград как-то там превратил в вино, напоил этого дракона, дракон уснул, а он удрал. Вот я такую штуку слышал. Да, но есть множество сказок с Фет Фурмосом. Есть Фет Фурмос из лакримы, это как капля, когда плачешь. Фет Фурмос из лакримы. Слезы. О, Фет Фурмос из слез. Из слез. Есть много спыну и так далее. Есть много рассказов о Фет Фурмосе, но не знаю, почему никто не видит сходство с другим библейским персонажем святой Георгией, который убил дракона. Почему-то некоторые верят только в ту сказку со святым Георгием. Кажется, он и даже знак Москвы или где я его видел, этот святой Георгией. А в Фет Фурмос никто не верит, не говорят, что это было. Когда молдаване рассказывали сказки про Фет Фурмоса, Москва еще даже не задумывалась. Вот так. Да ладно, серьезно. И России не было в 1359 году. Я вообще в шоке. Может, и молдаване тоже имеют отношение к Рубине, к рытию Черного моря. Ребята, что мы меримся? Чем? Какой такой древности? Мы про это ничего не знаем вообще. Просто не надо придумывать истории для других, потому что нам придумали и другой язык, и дали русский алфавит. Может, мы сами придумали? Мы говорим на том языке, который дали нам родители. Все, мы еще другого языка не знаем. В Молдове, в Бессарабии нам русские дали русский алфавит и имя, и сказали, что мы только молдаване. Оказывается, все молдаване румыны. Обманули русские. А можно я тебя попрошу вот так кратенько передать самую революционную сказку из всех молдавских про Данка? А почему вы думаете, что это молдавская? Ну, я услышал ее как молдавскую просто. Нет. Это про то, что написал Горький? Ну, который сердце вырывает. Ну да. И что это? Молдавская сказка. Я не слышал про такой. Да. Но во всяком случае этот образ распространен был тогда, когда я был в Молдавии. То есть, на мой взгляд, самая такая революционная сказка, сказка о молодом человеке Данка, который в темное время, когда там он вместе с другими людьми шел по темному темному лесу куда-то, ну, непонятно, я просто забыл. Вот. И тьма настолько сгустилась, что вот там совсем уже плохо стало. Вот он вырвал из своей груди свое лучезарное сердце и светом своего сердца осветил людям дорогу вперед. Есть очень тупая сказка, румынская сказка про строителя, который делал церковь или монастырь и ничего у него не получалось, пока он не увидел сон, что его жену нужно ставить в стену. И он так и сделал, жену с ребенком замуровал, и стена, и все, монастырь остался. И говорят, он в Курте-де-Арджиш, где была столица когда-то. Мечте-ру-Маноли. Очень тупой рассказ. сказки. И еще один штришок, только не про сказки. Я был в Хатынской крепости. Знаете, эти Хатын находятся? Да, в Буковине, на севере Молдовы. Это уже Украина, сейчас Украина. Это фактически берега Днепра. Да. Днестра. Днестра, но уже Днестра. в Хатыне была крепость, Молдавская крепость на границе. На Днестре было много крепостей. Одна из них в Тигине, это Бендеры, другая в Сороках еще осталась. Вот. увидеть. И в Хатыне. Там в Хатыне я видел в музее выставлены латы на манекене в нескольких молдавских воинов. Вот. То есть получается, что ну так вот я там дальше посмотрел по историческому глобусу Молдавское княжество тогда еще когда оно было княжество или княжество или царство то есть оно такое было огромное? Нет. Почему? Здесь огромное элаты. Просто все румыны римляне. Вот и все. Нет. Неправда. Здесь были и даки потом приходили славяне потом приходили хуны татары монголы всякие сюда приходили греки и так далее. Все румыны жители планеты. И все румыны разные. Еще один вопрос то есть вот были ну как недавно то есть по-моему год назад может быть такие события в Бухаресте там ну что называли румынским майданом то есть какие-то массовые акции там ну понимаешь о чем я говорю и сменили правительство да вот треть миллиона участников на центральной площади ну вот я насколько знаю насколько я знаком с румынской проблематикой очень большое количество ну просто очень большое количество румын я правильно говорю румын так надо говорить ну можете говорить как хотите и румынки тоже да хорошо спасибо вот они ну работают на территории Евросоюза то есть выезжают за границу Румынии вот но на эти события часть из них вернулась специально на там день на три дня на неделю в Бухарест и приняла участие в этих это был другой протест на той же площади уже 9 10 августа два года назад и тогда жандармерия полиция начала избивать и раз душить людей газом и так далее водой пушками водяными пушками ну да вот мне как раз этот протест интересен а понятно я думал вы про то где полмиллиона людей были на улицах то есть получается что это было это был еще неуспешный протест да но после этого правительство ушло в отставку и теперь уже либеральная национально-либеральная партия рулит ее нет большинства но в меньшинстве они рулят во время кризиса и кажется справились кажется Румыния одна из лучших даже помогли молдаванам 52 доктора поехали туда в Молдову я в Бухаресте сейчас и помогли две недели молдаванам и даже два или три с половиной миллиона медикаментов и все другое дали молдаванам там очень плохо очень хуже чем в Румынии ну Румыния вообще как это запас вот я Румынию последних 10 лет наблюдал в основном из окна автобуса в Болгарию скажем так проезжал и даже не 10 это получается да 10 лет да вот и я должен отметить что Румыния за этих 10 лет очень сильно преобразилась ну просто очень сильно если ну вот есть такой термин цыгания ну то есть понятное дело что за этим не стоит там непосредственно но было вот в самом начале в некоторых местах когда проезжаешь через некоторые деревеньки такое ощущение что вот находишься в неком таком цыганском таборе вот проезжаешь через него и буквально буквально уже вот лет наверное сколько 6 уже как это полностью все изменилось то есть все стало ну намного более я не побоюсь того слова цивилизованно и вот если появились вот я отметил даже большое количество реклам таких вот местных производителей скульптур из ну садовых скульптур из чего бы они там не делались то есть это уже говорит о том что румыны уже заботятся о эстетике своей жизни вот ну стали жить лучше да конечно просто скажите куда цыган дели вот и все некоторые из них уехали тоже в Европу в Америку куда угодно никто никуда не дел как раз мы вчера и позавчера делали передачи про ромов и как раз сегодня исполняется сколько лет с 1944 года когда в одном из лагерей германском лагере начался бунт ромов против уничтожения они смогли еще два месяца жить и они вспоминают про этот бунт ромовский бунт 16 мая 1944 года а Дракула является вашим национальным героем да почему-то люди любят такого воевода который всех вешал и ставил на кол и так далее но я его совсем не уважаю это такой румынский Иван Грозный да? да 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 где-то так совсем не смешно но смешно то что у нас Сталина почитают Ивана Грозного все прям о Иван Грозный смотри там Петра Первого нас любят вот садистов почему-то в восторге от них но так же и Румын видимо да да везде непонятная какая-то девиация а вот еще один ну это не вопрос это скорее одна из версий это про Вторую мировую войну вот что-то вы так интересовались началом Второй мировой войны можно спрашивать? начнем с Пакта Молотова Риббентропа ну да там из-за того что на этом на картах этого пакта там ну короче из-за того что Красная Армия прошла по-моему на 60 или на 160 я уже точно не знаю ближе к Плоеште чем этот пакт подразумевал вот фактически Гитлер был просто обречен начать подготовку к разработке Барбаросса то есть сколько от ну там же граница приблизительно совпадает вот с событиями 30 40 года сколько до Плоеште километров там что-то ничего подобного просто Сталин взял обратно Бессарабию точно до прута до реки не метра больше до середины прута и он ни на сколько не приблизился до Плоешт он остался у прута взял обратно Бессарабию и чуть-чуть из Буковины почему-то он как-то карандашом на карте что-то расчертил неровно и взял еще и румынскую другую румынскую часть Буковины я забыл как называется и она та часть уже в Украине этот Украина захватила часть Румынии изобразия да как его в Советский Союз да во время Советского Союза после Сталина кто был другой сразу Берия был нет Хрущев Хрущев забрал а вы не думали как русские восстановили историческую справедливость Крым хапнули Украину раздербанили вот а давайте может вы не планировали там ничего в Румынии вернуть то украинцы там жируют на вашей территории да но пусть люди решат как в Крыму решили а референдум да а почему у вас а почему у вас 45 дизлайков и только 40 лайков что людям не нравится меня терпеть я злобная тетка поэтому лайки мне жадничают а вы мне так нравитесь так накидайте тетке лайков смотрите идет соревнование хейтеры захватили эфир безобразие накидайте накидайте лайков потому что я буду рассказывать стишок на молдавском ну и на румынском соответственно да да вы два языка одновременно давайте это самое вопрос у меня есть еще вот был скандал с Венгрией которая раздавала венгерские паспорта украинцам румыны пытались и румынам тоже есть три три жудеца которые где много венгров там и они хотят забрать три жудеца но у них нет общей границы с Венгрией это посередине румынии нет я другой вопрос хочу может румыны бы выдавали вот на той части территорию которая в Украине осталась паспорта румынские нет такой не было идеи дали бы но кажется не разрешает румыния молдаванам дали почти миллион паспортов почти половина молдаван имеет румынское гражданство а вот у кого научились интересно у русских которые в Осетии там где еще в Абхазии выдавали паспорта или вы по-моему первыми начали я помню в Молдавии точно это румыны начали выдавать паспорта в Молдавию это было гораздо раньше чем когда русские начали раздавать нет русские начали в ПМР выдавать российские паспорта практически сразу как только появилась Россия появилась Россия после Советского Союза в 91 и тогда паспорта начали выдавать да ладно они даже те кто приехал из других республик по национальности русские не давали возможности тут нормально как-то получить документы до сих пор есть русские которые никак не могут легализоваться ну у меня лично есть как это сказать не одноклассники а я слышал от своих одноклассников рассказы что они их родители получали русские паспорта вот тогда вот еще в начале 90 жуть какая-то слушай ты так начал свою фразу что я испугалась что ты скажешь у меня лично есть паспорт российский ну все неужели паша я как рожденный как это сказать на в террасполе там есть были во всяком случае одно время определенные схемы по которым я мог претендовать на румынский паспорт вот ну а зачем есть такие схемы много коррупции много бюрократии много русских получили румынской гражданского а у молдаван проблемы да более того я как человек который сейчас живет на территории Волынской области ну вот так называемые всхудни кресы Польши вполне мог тоже опять-таки есть схемы получить карту поляка и вот за пять лет вот уже прошедших уже и претендовать на польский паспорт но я не вижу ни одной причины зачем мне это делать чтобы налоги платить несколько стран а то сидишь там кроме Украины никому не платишь да а вот кстати о налогах я просто снимаю шляпу невзоров на крайних средах сказал или это в паноптикуме было то есть фразу просто вот у меня ну не то что я записал ее в цитатник вот он сказал приблизительно следующее неужели вы еще не поняли что мы платим налоги только для того чтобы не быть посаженными за решетку за неуплату налога ну да а что такого прям такая гениальная фраза я не слышал такую фразу ни от кого кто-то кто-то должен же платить за бесплатное обучение образование за полицию за существование правительства и парламента и так далее ну олег либертарианцы считают что никто не должен за это все должно быть платное и медицина и образование поскольку тогда оно больше ценится и как-то работает лучше вот но у вас в мире так хотя мы знаем есть бесплатные школы но там дают что называется учат писать и читать судя по всему там есть другие способы то есть были проведены расчеты по так называемой инфляционной схеме налогообложения вот то есть фишка заключается в том что налоги происходят ну как бы не явно то есть не надо никакой налоговой полиции налоговой службы то есть просто вот в стране происходит например инфляция валюты на 4% в год добавленную добавленных 4% денег тратится на правительство на все вот это вот остальное а тут берут налоги и все равно инфляция наверное когда будет глобальное правительство и все в интернете то будет дешевле глобализация нас спасет меньше посредников будет да да и работу роботы будут делать все мы будем смотреть на небо и думать какие же красивые облака в Румынии небо хорошо звезды такие в общем очень глубокое небо в Румынии сколько я помню не думаю что лучше чем в России или в Молдове а вот кстати еще один такой штришок про Румынию меня вот резануло по-моему это было четыре нет пять лет назад вот приближаясь там Констанция вот мы проезжали огромное количество ветрогенераторов в полях стоит ну вот так прям много очень много много но не больше чем в Германии или в Италии или в Португалии я видел меня резануло то что вот буквально за три года они появились да есть грант европейский много денег дают а я также слышал про так называемую американскую военную базу на территории Румынии да есть возле возле Констанции где-то близко к Констанции между Бухаристом и Констанцией и что и как вам там лучше чем с российской базой возле Тирасполя ну да да жируете вы в Румынии да в Молдове не очень ну так где чья база там так и есть ну так хорошо что у меня выбор есть я выбрал перейти пруд теперь уже третий год в Румынии живу а есть пенсия в Румынии какая она больше чем в Молдове конечно но я не думаю о пенсии мне только 46 нет ну средняя может вы слышали про это какие-то отчеты нет не интересовался не интересовался я только вошел в политику зеленая партия нас пенсии интересует но пока еще мы не вошли нигде в парламент и поэтому и не думаем про это правительство про пенсии мы думаем про права человека и леса румынские и так далее Татьяна подсказывает 300 евро пенсия для цен которые самое маленькое я не думаю что среднее 300 евро это маленькое то есть минимальное вы считаете да я думаю да минимальная зарплата где-то 300 евро а у меня 100 долларов и у меня очень мало сейчас из интернета очень очень мало денег с режимом как карантин прекратился выходят из него постепенно или все по-прежнему сидим дома да да выходят и у нас тоже завтра собрание есть партийное собрание я велосипед я велосипед приготовил завтра буду считать километры далеко ехать нет 7 километров послезавтра не позавчера тоже ездил и сдавал кровь 20 километров зачем сдавать кровь чтобы помогать людям а ты если это добровольно да добровольно респект вам спасибо и вам того желаю ну меня уже не возьмут я старая перешница таких не берут а я думала может анализ сдавал на антитела или что-нибудь подобное нет нет я 2 месяца сидел дома ничто не грозит понятно настроение так поскольку уже есть возможность выходить наверное уже полегче да так да но все равно я не очень-то ходил только на велосипеде и только на протесты или в суд я сужусь выход из дома любой выход из дома на фоне вот таких мер которые были предприняты это уже праздник раньше это было рутиной как-то в общем я привык к гимнастику бег на месте привык дома делать потому что некуда выходить нету здесь спортзалов или дорого и так далее поэтому и дома можно а дороги хорошие у вас там в Германии лучше или в Бегрии ну видите как вы отвечаете а в Молдове хуже в общем все как раз чем разравнивать я давно не был в России не знаю какие там дороги но в Румынии уже 13-й год в Евросоюзе должны быть хорошие но очень много очень мало highway автострейс как это по-русски шоссе скоростных шоссе на велосипеде не опасно ездить есть отдельные выделенные велосипедные дорожки нет очень мало и мы этим мы мы этим козырем пользуемся и требуем больше велодорожек но если ты шофер если ты знаешь правила если ты внимателен то ничего не происходит я много лет уже езжу на велосипеде скажите а в Румынии автопарк европейский в основном да машины какого класса даже румынские есть дача Логан и форд кажется имеет свой завод в Румынии возле краевы и автопарк даже в Молдове уже стал румынским до сих пор были все машины российские потом иномарки а теперь румынские покупают такси и других покупают дастер Логан и так далее корейские или японские американские но в основном румынские и европейские Мерседес BMW или что там еще Рено Peugeot понятно Вячеслав есть коллегу очень много машин и очень много старых машин из Европы поэтому и очень много аварий да аварий тоже но дышать нечем а выхлопы очень много да и вот с этим тоже мы боремся у вас там все цветет или уже отцвело наверное смотря что я видел локация начала цвести ждем черешню жду черешню и хочу пойти на дома в Молдове там много черешни у нас черешню клубнику а граница уже открыта да но кажется если вернусь из Молдовы то меня поставят на две недели в карантин это да я уже привык но хочу тоже выйти встречаться с людьми две недели терять тоже конечно а у вас работа как бы из дому вы на удаленке да работаете да вот такие лайвы делаю в интернете для партии каждый вечер говорим про с партийными активистами и так далее но это как-то оплачивается кем? партийными какими-то деятелями? нет ну то есть это как волонтерство а работа? нет у меня работа я киношник и журналист но работаю только в интернете делаю такие видео и у меня есть патреон аккаунты мне люди донации делают и реклама в ютубе получал иногда прошлым летом более 400 евро в месяц а теперь менее 100 ну это ситуация серьезная сложная да но я не трачу много так что можно выжить и можно делать волонтерство для партии или для себя так Сергей Грин хочет зайти в стрим сейчас я слушай Серег ну давай ладно послушаем тебя еще может ты что-нибудь интересное скажешь сейчас добавлю тебя ну в общем перспективы какие ожидаются у нас половина бизнесов закроется в стране уже подсчитали ну с перспективами плохо везде наверное по всей планете даже Трамп говорит что будет не будет вакцина но мы должны открыть экономику иначе он потеряет выборы ну это Трамп а ваши там что говорят наши так же наши так же бизнес начали протестовать уже вчера и сегодня вышли на центральной площади протесты делает оппозиция но все российская китайская пропаганда все против 5G против вакцины против Билл Гейтса против кого угодно как будто озверели люди сидя дома начали верить во что угодно спутник и другие Russia Today а вот вы говорите протесты против карантина а как люди договариваются у вас свои какие-то соцсети есть через интернет конечно нет фейсбук многочисленные я терпеть не могу фейсбук у него такие правила жуткие совершенно в фейсбуке не перевариваю но однако это самая популярная сеть я думаю самая правильная почти половина протеста нет несколько сот было сегодня и вчера но иногда по интернету можно собирать десятки тысяч как было тогда в августе два года назад или в феврале три года назад когда я как раз приехал в Румынию изменил место жительства тогда участвовал на первом протесте там было треть миллиона людей перед правительством 300 тысяч серьезно мы вот никак не можем в Москве собрать такое количество что с нами только не делали приходит максимум 80 тысяч 60 за последние 5 лет самый массовый митинг был кому понравилась новая версия фейсбука он чем-то на скайп стал похож мне не понравилось не знаю вам ксения привет green сергей добрый вечер куда пропал что делал а я загулял по россии матушке я же полтора месяца прилетел в россию и на полтора месяца поехал турне турне во время карантина удивительно да и докуда доехал сейчас сначала вопрос нашему гостю простите не знаю как ваше имени моё имя Сергей очень приятно скажите пожалуйста недалеко от румынской границы находится город добрич вы знаете такой болгарский дело в том что там в кате кат это гбдд российская не знаю как у вас называется постоянно очереди из румын которые регистрируют там свои автомобили купленные на свалках европы скажите почему наверное дешевле и молдаване также регистрируют свои машины в Приднестровье даже полицейские наверное дешевле то есть у вас правительство не за народ оно давит вас налогами да у нас большие налоги а протестное движение какое-то есть в Румынии мы как раз говорили про это да 300 тысяч собирается периодически 2 года назад было 300 тысяч самые большие да 3 года назад хорошо какие перспективы вы видите для того чтобы изменить налоговое давление сменить правительство но парадоксально у нас было социалистическое правительство и налоги были самые большие а теперь на на смену приходят либералы и либералы наверное оставят такие же налоги так что простите вопрос конкретный есть ли у вас протестное движение которое постоянно и сильно постоянно мы протестовали перед правительством называлось движение резист против социалистического правительства или социал-демократов а теперь когда либералы уже у власти выходят другие на протесты но не постоянно только вчера и сегодня было 200 человек на площади в любом случае я хочу уточнить у народа есть протестный потенциал конечно же некоторые недовольны протестуют у меня другой вопрос тут в комментариях под моим прошлым роликом одна подписчица оставила такую информацию что в Румынии растет популярность Чаушеску некоторые якобы в Румынии граждане считают что при нем жилось лучше чем сейчас а вы такое наблюдаете вообще такие взгляды слышали от кого-то как и в России с Сталином или с Лениным есть такие ностальгики наверное но разве это не абсурд ведь Чаушеску был сумасшедший да но но во время Чаушеску 4 миллиона румын были членами партии у них были службы они работали в КГБ или как-то тогда называлось секуритати или работали в милиции или работали в премьере и так далее и у них было все нормально как и в Советском Союзе поэтому они и ностальгируют по временам когда они были молодыми когда у них была работа и так далее Олег перебью ну значит это в основном возрастной контингент да но бывают и молодые чудаки я видел документальное кино и даже встречал протагониста один молодой почти моего возраста и сделал румынскую коммунистическую партию и выходят там у кладбища у могилы Чаушеску каждый год или два раза в год и поминают его и так далее румынская коммунистическая Олег я вас понял тогда следующий вопрос согласны ли вы с тем что люди взрослого возраста мешают развитию страны как в России так и в Румынии нет бывают люди разные а вот на тех протестах резист на которых я выходил уже три года перед правительством приходил чувак 103 года и он протестовал против правительства 103 года ему и он еще Олег это исключение основная масса бывали и другие старики на тех протестах и наоборот сегодня вчера выходили очень молодые люди которые кажется читают спутник и так далее и кажется ими руководит российская пропаганда которые вышли против да они очень часто публикуют в интернете слухи которые создает спутник в Молдове но который пишет на румынском и читает в Румынии тоже а как вы считаете вот этот поворот в сторону Чаушетского как достойного лидера вот это мнение растет в Румынии или может быть может быть но очень мало их процент 2-3 потому что во время Чаушетского все-таки очень плохо жилось людям даже хуже чем в Молдове после падения Чаушетского после его расстрела они приходили в Молдову покупать еду мы им приносили мы покупали отсюда во велосипеды или что-то они приходили за едой очень плохо жилось во время Чаушетского и люди разумные не могут это забыть даже я в детстве наблюдала поскольку в Измаиле росла то соответственно там порт в Измаиле есть возле Галат что? возле Галат не так ли? Измаил возле Галат возле Дуная на другом берегу Галата и там Румыны вынуждены были выловлены в Дуна рыбу подвозили такие лодки длинные черные у них прям в памяти у меня такая длинная узкая лодка черного цвета и вот они к судам которые на рейде стояли подъезжали потому что иначе пограничники гоняли поэтому они там незаметненько так с того борта с румынского подъезжали продавали рыбу нашим морякам выловлено за копейки буквально да там постоянно топило в общем наводения были ну люди как-то хибары какие-то стояли их видно было с бинокля так что не знаю я вмешаюсь там пользователей в чате почему-то говорят ближе к теме стрима а о чем что же до шухер намечается до шухер это цитата на самом деле из комментариев в Бразилии там расстреляли военные какой-то НЛО якобы в основном случае в твиттере есть такая информация вот ну и это в шутку было сказано на самом деле у нас шухер ежедневно происходит если ты хочешь выйти в магазин пойти то ты рискуешь нарваться на трех полицейских которые норовятся елен это не совсем так дело в том что у меня автомобиль арестован из-за отказа от алкогольного освидетельствования и так как суд еще будет не скоро я устроился в такси и совершенно спокойно путешествую по всей Московской области в чем проблема то ты путешествуешь по Московской области я тебе говорю о том что происходит в Москве у меня на канале сегодня Анжелина разрешила разместить ролик который она сняла вчера с ней произошло приключение с полицией в центре Москвы поэтому то что ты путешествуешь имею ввиду что в Подмосковье уже баражируют всякие беспилотники которые следят за теми кто нарушает режим и штрафы придут автоматически ты не поняла до того как у меня арестовали автомобиль я сделал себе пропуск сначала до 11 числа 05 а потом он пролонгировался до 31 в чем проблема в чем здесь пропуск кстати говоря я знаю девушку которая живя почти в центре Москвы не может оформить себе смс-ки пропуска на посещение поликлиника если ей это необходимо я ей готов сделать пропуск до 31 бесплатно хорошо я с тобой свяжусь окей а что ж ты так бухой за рулем был как это может быть нет я не бухой просто сотрудники вели себя некорректно я послал их к черту ну слушай надо было идти на свидетельственные законы такие что сейчас лишат тебя прав и что ты будешь делать это мое право конституционное отказаться я отказался прекрасно ну да ладно ребята отлично поговорили кстати к комментарию который вчера прикрепили под моим роликом очень удачно Олег зашел мы узнали больше подробностей о жизни в Румынии и о политических течениях которые там сейчас имеют место быть я желаю вам победы на всех выборах я хотел только напомнить про оккупацию Басараби 208 лет назад это прекрасная напоминалка потому что я была уверена что ну то есть чувак когда меня оттуда увезли мне было 13 лет поэтому меня это мало волновало но целых 200 лет я удивлена то есть оказывается Басараби не в 39 была оккупирована а гораздо раньше это была повторная оккупация да ну вот спасибо за эту напоминалку не знаю мне кажется мы исчерпали в общем все наши потенциальные возможности для беседы поэтому предлагаю попрощаться Олег спасибо что зашел приходите спасибо и вам да с удачей вам там чтобы работа была чтобы деньги были чтобы все хорошо было спасибо вы держитесь там денег нету но держитесь будем держаться как можем да Анжелина ты с нами еще да да скажешь завершение что-нибудь ну интересно было очень послушать Олега и вдвойне приятно что на русском языке он разговаривает как на родном хотя с акцентом но он прекрасно владеет нашими терминами да я родился в Советском Союзе ну я не знаю ну вы же наверное что ну не все кто родился в Советском Союзе могут так говорить по-русски может вы в русской школе учились я не знаю там или кто-то у вас в селе в молдавском ну просто телевидение все было на русском газеты все были на русском ну понятно в любом случае это приятно приятно очень вот попой Сергей Грин который влетел сюда значит так вот как метеор я не понимаю он говорит что у кого-то какие-то проблемы вот он считает что к нему там полицейские относились некорректно а он считает он считает что только к нему полицейские и только один раз они к нему отнесутся они отнеслись некорректно вот он там носится я конечно желаю чтобы он чтобы он до конца карантина спокойно там ездил туда куда ему надо но я хочу сказать о том что у нас вот просто действительно просто полиция она переходит все человеческие во первых нормы а во вторых даже мне кажется юридические нормы и еще хочу сказать что эти полицейские которые скорее всего не москвичи и в своих маленьких городках которых их знают в лицо и знают их родители и знают их там как говорится из роддома их знают да там акушерки потом воспитательницы в детских садах потом их знают знают учителя в школе они там так борзеть не будут а вот они когда приехали сюда то они ой как же они тут почувствовали такой раздоль это делай что хочешь с людьми вот это вот меня возмущает крайне возмущает потому что они даже мне кажется удовольствие какое-то испытывают от того что они вот прессуют москвичей вот что вот что сейчас происходит вот по поводу того что там кто-то значит что говорят что Путин не руководит страной я не согласна полностью я считаю что как раз он руководит и в ручном режиме вот поэтому не надо обольщаться как говорится просто ему никто не подчиняется видимо потому что он говорит одно а происходит другое ничего подобного говорят что значит он там господина Собянина пообещал ему сделать его председателем госсовета да а в спину говорят ему смеется вот так что это игра такая это игра такая кошки-мышки и как бы он дает одной рукой а другую ну дает а потом смотрит как человек себя поведет ну в смысле там дает какие-то полномочия там а потом смотрит как человек как говорится себя поведет вот поэтому я не знаю чем это все закончится и еще мне неприятно ощущать то что они используют они вот именно вот смотрите все выходят из карантина все как-то все там нормализуется жизнь нас вообще неизвестно когда это все закончится и власть очень хорошо оседлала этого конька с коронавирусом ох они теперь могут под предлогом этим вообще делать вот именно кто-то сказал что на периферии да народ спокойно живет вот и Женя по-моему заходил да или кто Саша да что они спокойно себе живут действительно в маленьких городках люди живут как в раю нас здесь трясет нас здесь все просто бурлит у нас хотя на улицах людей нет но все внутри уже люди уже в таком напряжении находятся их как будто специально выдерживают под большим давлением и уже ждут от него какого-то этого социального взрыва вот поэтому большая разница действительно между Москвой и всей страной не знаю зачем это вообще делается но ненависть бушует на периферии ты говоришь как в раю живут а там денег вообще нету людей какой же ну подожди ну там же работает все Лена там же нет такого как у нас Лена ну у них же нет в Сибири вообще нет такого все работают а у нас не работают у нас гастробайтерам можно работать а москвичам нельзя это просто вообще я не знаю чем это все закончится вообще по поводу того что молчит оппозиция я честно говоря это почувствовала так после того когда были вот эти ну после летних протестов когда столько посадили людей за стаканчик там за то что там поднял забрало просто мимо шел забрали да 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 вот просто настолько мне кажется деморализован и Яшин и Навальный что они просто как бы ну они не хотят уже брать на себя вот на совесть на свою вот еще там что-то так поднять людей потом чтобы люди из-за них пошли в тюрьму поэтому мне кажется просто деморализованный Яшин и Навальный ну Навальный как может борется между прочим его вот это расследование про Ракову ну не знаю в другой в любой нормальной стране ну просто разорвало бы там интернет но она ставка какая-нибудь была бы расследование с КАТом безусловно кстати на радио Свобода Елена Рыковцева тоже подняла этот вопрос и она нашла в тюменских газетах там информацию про этой Раковой она была это она была его секретарем и даже там вот ну Рыковцева так скользь сказала что возможно ну как бы что вы удивляетесь что такие туалеты может быть у нее хороший богатый друг она сказала а возможно он и отец ее ребенка она сказала потому что слухи такие ходили поэтому ребята ну в общем делайте как говорится выводы вот поэтому не знаю терпилы сколько нам терпеть не знаю да спасибо Анжелина за твое участие а я забыла сказать в начале эфира что 16 мая был международный день света а также международный день мирного сосуществования так что всех поздравляю с этими праздниками ушедшими на сегодняшний день так и Вячеслава скажи пару слов завершения насчет полиции я хотел похвастаться что я сужусь с полицией и в Румынии и в Молдове и вот как раз на этой неделе получил письмо из европейского суда против Румынии первое дело так что судите господа особенно пока есть у вас доступ до европейского суда то есть приняли к рассмотрению да теперь будете ждать когда или это уже победа нет только получили письмо заявление да теперь в очереди настоять да но желаю вам победы в этом суде если приняли значит повод есть туда обращаться так надо спросить еще у Олега сколько стоит сигарета в Румынии если контрабанда сигарет из Молдавии он не курит была все время я не курю и понятия не умею сколько стоят сигареты но больше чем в Молдове из-за из-за этого есть и контрабанда там и бензин стоит дешевле ну понятно и вино и так далее и водка и коньяк из Террасполя поддельное контрабанда есть на прошлой неделе умерло 12 человек староверов русских возле Яс в одном селе они купили поддельный спирт медицинский но какие-то иракцы здесь в Бухаресте налили там не этиловый а какой-то метиловый спирт и они 12 человек умерли пили спирт медицинский а он не медицинский оказался какая гадость до следствия надеюсь идет да да арестовали их ну дай бог возьми здесь хотя бы какой-то за такие преступления обязательно должно быть спасибо Олег Вячеслав тебе слово может не хочется спасибо что дали слово как-то тихо ты говоришь поближе к микрофону пожалуйста понял меня ничего не возмущает поэтому всем спокойной ночи слав а про контрабанду расскажи везут сигареты спиртные напитки в Литву да везут из Белоруссии из Калининградской области понятно то есть жаждущий всегда найдет что-нибудь подешевле да но их ловят изымают конфисковывают все и машины конфисковывают но все равно люди везут потому что это выгодно им поэтому тоже не от хорошей жизни что называется приработок какой-никакой да в основном сейчас этим занимаются белорусы и русские потом удивляются почему у них конфисковывают их машины да и почему их не так уж хотят видеть в Евросоюзе да ну все равно как бы я лично когда в Черногории когда-то отдыхала помнится и страдала от того что дорогие сигареты и соответственно пользовалась контрабандой честно вам признаюсь нашла лавку где смогла по евро запачку а это фактически такая же цена как я здесь курю вот покупала там сигареты была очень довольна поэтому я как бы с одной стороны осуждаю контрабанду а с другой стороны мне нравится что можно воспользоваться нищеброду какого-нибудь этой возможности ну хорошо спасибо за участие ребята что были здесь в эфире всем спасибо за внимание тем кто поставил лайк огромная благодарность поскольку донат не пришел сейчас я проверю нет то особо благодарить некого однако тем кто поддерживает канал я всегда благодарна и пишите комментарии ставьте лайки не знаю жмите колокольчик приходите еще предлагайте темы вот Татьяна жалуется в Италии пачка сигарет стоит 5 евро приблизительно так же наверное в Черногории точно так же практически ну там разные сигареты разная цена думаю что и в Румынии приблизительно так а Барфа удивилась что староверы умерли от употребления спирта поскольку известно что они не пьющие люди может это не староверы были русские Олег почему вы сказали староверы так так сказали по новостям по новостям может староверы уже начали бухать там от такой жизни а работы нет вот это я и хотел передать русской аудиенции да люди страдают везде да ностальгия по родине мало ли что может быть хотели подлечиться может они не как пьянку а как лекарство как бы приняли или самоубийство групповое ну в таком случае я выражаю соболезнования всем родственникам погибших вот впрочем как выражаю соболезнования тем родственникам которые сегодня потеряли своих родных 73 человек в Москве умерло за сутки давайте беречь себя своих родных близких предпринимайте все необходимое для того чтобы не заболеть желаю всем здоровья до новых встреч в эфире пока пока в эфире пока Продолжение следует...